Меж высоких львов 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 Потому что говорить о каком-то возрождении страны, вот без возрождения своих традиций, своей музыки, в первую очередь, все-таки, это очень сложно, мне кажется. ПЕСНЯ 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 В горе всех слезы ронит, Волга-маска река, От песни Волга стонет, Заливает берега, Середь свечёт, Не плачь придёт, Ох, Оля-горусь больно, Любила-довольно. Я росла в деревне, в Саратове. Там жил дед, бабка, Большая, бедная семья. Дед был злой, сердитый, Потому что он был неродной, Детей много, невесток много. Дед сердился и лупил нас По любому поводу. Я залезу на крышу в салон, А в кармане у меня спички, И если дед меня бьёт, Я, говорит, запалю крышу. Однажды и запалила. Вбили меня с мёртным боем, А потом приехала бабушка. Бабушка меня увела в деревню, И мальчика взяла. И так у неё было двое детей, А есть-то нам и нечем. На улице дождик Зведра поливает, Зведра поливает, Землю прибивает, Землю прибивает, Брат-сестру качает, Ой, Лёшеньки-Лёри, Брат-сестру качает. Бабушка была песенница, И ходила по свадьбам, И я по всем свадьбам ходила с ней. Я садилась в уголок и слушала. Настроение часто менялось. Кто пели грустную невестину песню, О которой плакала и мать, и невеста, И я с ними. Потом вдруг начинали, когда плясать, То, конечно, всё кружилось. Не выходила я плясать, Потому что меня там с богами затоптали. Но мне очень хотелось плясать. И я вылазила на лавку и подплясывала. Ну, за это мне кто-нибудь что-нибудь там даст, Я в восторге. Но песня мне врезалась в душу, И в память навсегда. Коварики мои, Коварики мушки, Молочки, я С юночку-два лужочки пробыли, А мне, молодой, В покое нет леха. Я у зуба мурлодая на зари, Да на зорике, на беленье, Кривой на ручке, на левенье кайфи. Не слыхала, не видала ничего, Да не слыхала, Как мим друг пришёл, И коварики за кошечку подошёл. И, красая, здесь приветствую, Эх, у меня ж милого нету. На дубу сидит ворона, кормит вороненочка, У какой-нибудь разенят свою миленочка. Зачем было увлекаться, Ох, когда знал, что растопаться. Как на улице молот подмораживает, Парень, девушка, столуй, перевораживает. Набирали нас отдать в детский приют. Я грустной сидела и плакала, плакала о детях. И ушли мы все, подвели нас в приют. Вот я и пел эту грустную песню колыбельную. Вырастишь, Валешая, Отдадутся замуж. Ой, Лешеньки и Юлий, Отдадутся замуж. Отдадут тебя замуж В отчужу деревню, В отчужу деревню, Семью не согласну. КОНЕЦ Осталось в моей памяти поездка в Саратов. Фирма была «Прут и внук», значит, дедушка и я. Драматург Иосиф Прут с Руслановой встретились, когда обоим было чуть больше семи. У деда были дела с купцом Евстигнеевым. И потом он предложил пойти в соседний собор на сироту. Была какая-то девочка, которая пела в церковном хоре, сиротка из приюта. Ну, мы пошли в собор, остановились в дверях. Меня это все мало интересовало, и собор, и пение. Меня заинтересовал солдат. Я любил очень солдат. Стоял солдат с клюкой в дверях тоже и слушал. И вдруг хор замолк, и я даже не понимаю, откуда этот голос появился. Он как бы появился из недр. Это был голос такой чистоты, что все присутствующие замерзли. Я начал прислушиваться, потому что я никогда ничего подобного не слышал. А две стоящие передо мной монашки сказали, ангел небесный поет. И тогда я понял, если это ангел, он должен улететь. Я все время следил за куполом. Но ангел не улетел. Аминь. 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 Когда кончилась служба, Естегеев сказал, ну пойдем за кулисы. Ну а ты, как богатый человек, подашь ей полтинник. Сироте. Ну мы пришли за кулисы, стояла девочка в ситцовом платьице. Моих лет. Потом, когда выяснилось, что она все-таки на три недели старше меня. Я подал ей руку, она ее пожала, а второй рукой, значит, я передал полтинник. Она взяла его, сказала, покормил, благодарю, кавалер, это будет нам на ириске. У нас в приюте ничего сладкого не дают, а сладкое мы любим. Вот так я познакомился с девочкой, которая впоследствии стала Лидией Андреевной Руслановой. Двенадцати лет меня отдали из детского приюта на фабрику мебельную учиться. Я очень часто пела, а мне работницы помогали за это сделать мой урок. Однажды я распелась, вдруг открывается дверь, входит какой-то господин и хозяин. Сразу спрашивают, кто это пел? Все молчат, и я молчу. Еще раз спросили, кто пел? Я испугалась, что накажут. Работница говорит, это я пела. Он подошел, сказал, хорошо, поешь, девочка. А кто тебя учил петь? Я говорю, в детском приюте меня регент учил. Молодец, я возьму тебя учить к тебе. Я пришла к нему в консерваторию. Он заметил, что на мне плохие ботинки. Ему жалко меня стало. Он подарил мне сразу ботинки. Я на завтра же нарядилась и пришла на урок. Это был первый и последний. У меня единственный учитель был. Это профессор Медведев. Земной ему кланялись. Если бы он жив был, считал бы за счастье поклониться многим. Он многому меня учил. Учил меня, конечно, и Ария, и Квасильский репертуар. Но я к этому не очень охотно шла. Я больше всего любила русскую, народную песню. На уроке к богатой девушке, закрыв муфтой меховой носом, от нее пахнет палитурой. Но я смеялся, говорил, я сейчас вам спою, и будет пахнуть лесом, полем, цветами. Ветер осенний истер взрывает. Вся природа грустит пола. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Эту девочку я не помню Но когда я ее увидел Я ее сразу узнал И пошел за кулисы И рассказал ей всю эту историю И про солдата Это был мой отец Она сказала Я говорю, как отец? А почему что была в приюте? Потому что у нас было трое детей А он был уже вдов И без ноги И он не мог бы нас одержать Если бы он объявился То мы бы голодали бы А пела-то я, конечно, только для него Как ты понимаешь Красота ли мне своя Очень нравится Красота ли мне своя Очень нравится Очень нравится О любовь Наша Разлучается О — А — А — А — А — БЫЛО это в Ростове 23 января Я стоял в комнате администратора Мизехова. В это время широко распахнулась дверь, и вошла крупная женщина в каракулевом манто с белым пуховым платком, повязанным как-то по-деревенски. Администратор сказал ей, Лидия Андреевна, это вот корреспондент из газеты «Смена». Журналист и писатель Матвей Грин. С Руслановой связаны не только работой на эстраде, но и годами сталинских лагерей. Но это потом. А пока... Он будет писать отчет о нашем первом спектакле. Она посмотрела на меня и сказала, слушай, а тебя без родителей пускают по вечерам на концерты. Я задохнулся от обиды. Но я не успел разрядиться, как она так как-то обняла меня и сказала, ну ничего, ничего. Это все мы когда-то начинали. А потом, даст Бог, вырастешь в настоящего журналиста. А сейчас я тебя буду называть журналистик. Не обижайся? ПЕСНЯ 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 Как можно скоро позабыть, и сердце сердцем меняться, потом другую полюбить. Я написал отчет. Если бы газета решилась напечатать все, что я написал, для другого материала там места бы уже не осталось. Больше всего в этом отчете я, конечно, писал о Лиде Андреевне. Она имела совершенно невероятный успех. Ее знала прекрасно вся страна. Но не по концертам, а по радио. Вот эта черная тарелка репродуктора, которая была в 30-е годы почти в каждой семье. Вот оттуда Лидия Андреевна преподносила нам свои великолепные песни. Причем песни, настолько пронизанные вот этой самой русской отечественной духовностью, что, я не знаю, по-моему, ее можно отнести к одной из уникальнейших певиц нашего времени. Когда диктор произносил, казалось бы, самые обычные слова. У микрофона исполнительница русских народных песен Лидия Андреевна Русланова. Лидия Андреевна Русланова. Сразу у нас в квартире, допустим, все кидались. Оп! Это надо слушать. И вот тогда еще, где-то до войны, я неожиданно для себя сообразил, что очень удачное у нее имя, отчество и фамилия. Ну, действительно, Лидия Андреевна Русланова. Лучше, наверное, не придумаешь. Любой другой фамилии не придумаешь. И вот эта ее Лидия Андреевна Русланова, Лидия Русланова, где-то к середине 30-х годов зналась астронавтом. Журналист Борис Метлицкий собирает материалы по истории отечественной эстрады. А страсть его — грампластинки. А вчера прислал по полочке два загадочных письма. Каждый строчке, только точки, загадайся, мол, сама. Каждой песне вдруг возникал определенный образ. И, скажем, когда она пела какую-то озорную частушку, в общем, она сразу молодела, я не знаю, на 10, на 20, на 30 лет. Другая Русланова сразу возникала. Вот эта молодая такая, ух, какая деваха, понимаешь? А какую-то, я не знаю, там «Окрасился вместе с Багрянцем» — это трагический романс. Совсем другой. Кстати, она никаких движений, ничего, понимаете, действительно, это была трагедия. Она трагедию великолепно передавала. Голосом в основном. «Окрасился месяц Багрянцем, где волны, шумели и узка. «Окрасился месяц Багрянцем, где волны, шумели и узка. «Окрасился месяц Багрянцем, где волны, шумели и узка. «Окрасился месяц Багрянцем, где волны, шумели и узкали и узка». Кирилл Бобров Конфирировал, когда на эстраде блистали Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов, Изабелла Юрьева, Иван Козловский, Сергей Лемешев и, конечно же, Русланова. Её звёздные годы пришли на довоенное время. Она была в большой дружбе с Смирновым Сокольским. Это были корифеи, понимаете, на них, на этих людях держалась эстрада. Вашу записку несколько строчек, те, что я прочла, тиши. Вет в сирене, мято и платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный вид, наивных лет, забытый видней и забавный свет. Всё, что волновать могло меня в семнадцать лет. Ваша записка несколько строчек, где вы, мой далёкий друг? О, боже, бенозерный нежный орлетин, Здесь он один, совсем один. И слёзы рьёт твой бедный орлетин. О, боже, бенозерный нежный орлетин. О, боже, бенозерный нежный орлетин. Эстрада того времени была не такая, как сегодня. Это сегодня всё дозволено. Вы можете говорить о чём угодно и как угодно. Без зазрения совести вы можете говорить о сокровенных местах, мечтах, понимаете. А тогда ведь надо было соблюдать, как говорили французы, а фаранс. Светит, 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 светит ясный, светит белая заря. Ответит и пути дорожи, вот сюда, Сашина, ты вора. Я пошёл бы к Саше в гости, но не знаю, где живёт. Попоросила под рука петью, боюсь, Сашу, ты вора собьёт. Её песни это были почти что гимн. Стоило объявить Лидии Адриану Руслану, как вы, вот скажем, я как конференц, я мог спокойно на 20 минут уйти, исчезнуть, потому что публика не отпускала её. Она пела столько, сколько они хотели. И всегда-то была довольна жизнью. Однажды крестьянская газета организовала первый слёт конюхов всей страны. Урицкий сказал мне, надо уговорить Русланову, чтобы она выступила. Такой подарок людям будет. Я пришёл к ним и сказал, что вот, Лидия Андреевна, вот Урицкий просит у нас такое мероприятие. Она начала орать на меня, поскольку у неё именно в эти дни гастроли в Минске. Отменить она не может. Я загоревал уже, собрался уходить, но горка мне шёпотом сказал, «Сиди спокойно». Лида, от такого отказаться не можем. Она перенесла гастроли в Минске. И вечером шёл этот концерт. Она вышла и сказала так, «Ребята, говорят, с гемщицких песен есть 86. Ну, всех я не знаю, но штук 30 знаю. Я вам сейчас петь их буду». «От мчится тройка удалая вдоль подорожки салбовой. И колокольчик догаривала вдоль, а зевинит унила под дугой. И колокольчик догаривала вдоль, а зевинит унила под дугой. Вдоль, а зевинит унила под дугой. Залил и пить горючаю слезой Ох, слеза было, стало быть, горюча Все, все косилось, стало быть, пища есть Под снегом-то, братцы, лежала Анна Закрылись-то кори очи Налейте, налейте скорее вина А потом они все кинулись к ней Я стоял сбоку и слышал, как какой-то паренек Прямо дергал ее за сарафан и говорил Андреевна, приезжай к нам на Терский конный завод Я тебя на таких конях покатаю, ну ты не видел никогда А другой, проживой человек, говорю, Андреевна К нам на Полтавщину, будь ласка Слушай, я тоже спеваю, ну не людям, я коням спеваю Ночью у конюшни, но слухают меня кони, ой Она была своя для этих людей И они были для нее своими Ее величие было во всем Народ ее обожал Она была Россией Если бы меня спросили, что такое для меня Россия Со всеми ее величиями Со всеми ее качествами Душевными, моральными Это Русланова Слепо вековая Над рекой стоит Песня удалая Вдалеке звучит Лук покрыт туманом Словно пельной Слышно за курганом Звон староживой Это звонный Давность прежних дней Пробудил Чтобы Вы Отсо В душе Моей Слышно за курганом 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 Субтитры создавал DimaTorzok Заслуга человека больше всего и лучше всего познавалась на фронте Когда она пела русские песни, вот у нее столько души Я был свидетелем, когда на фронте солдаты плакали И говорили, что Лидия Андреевна, вот за такую, как ты, я готов Гитлеру горло перегрызть Я вспоминаю случай, когда выступали артисты И один читал Симонова, так убей его И человек, сидящий на поляне с ружьем Сказал, а ты пойди да и убей, вот на, ружьем А Лидия Андреевна не говорила о том, что ребята, бейте Гитлеров Она пела и ей кричали, мы, Лидия Андреевна, встретимся в Берлине Я был свидетелем этого Когда человек, группа людей сказала, Лидия Андреевна, до встречи в Берлине А до Берлина было, ой, как далеко Однажды, возвращаясь с концерта, мы увидели, как внесли раненого в операционную палатку Скоро меня врач вышел и позвал Лидия Андреевна, вас просят, раненый Раненый был в забытье, звал маму Я положила ему руку на голову, погладила И когда у меня упала слеза на его лицо, он дрогнул Открыл глаза и сказал Это вы, я вчера слушал ваш концерт Я наклонился и поцеловал его Сказал, спойте мне что-нибудь Милый, да что ж тебе сейчас спеть, ты в тяжелом состоянии Тихонечко, что-нибудь, спойте, пожалуйста И опять стал звать маму Я наклонился над ним и тихонько бела ему колыбельную песню На улице дождик С ведра поливает С ведра поливает Прошло с полгода так Мы пели бойцам в лесу на поляне Вдруг молодой парень Бросился ко мне и сказал Мама, здравствуйте Я вас теперь так и зову мамой У меня как во сне вы Вот в тот момент, когда меня принесли раненого Я звал маму, а подошли вы Вот вы и есть моя мама Я расцеловал и его поздравил У него на груди Была золотая звезда герой Любопытнейший эпизод В составе фронтовой бригады она приехала в одну войсковую часть Видимо в полк И вот командование обратилось к ней с необычной просьбой Лидия Андреевна Попойте пожалуйста подольше Она согласилась Подключили вот эту самую передвижную радиоустановку усилительную Поставили микрофон Поставили громадные эти самые динамики И весь этот концерт шел за линию окопов То есть на вражескую территорию, так скажем То есть Русланова пела для гитлеровца Она пела 3 часа И самое интересное что значит Там все утихло Оттуда стреляли И артиллерийский какой-то обстрел был Все утихло 3 часа Простите фашисты слушали русскую певицу Настолько это было здорово Она пела действительно 3 часа За это время Командование успело перебазировать свои, так сказать, эти самые Части в нужном направлении И сразу как только сказали Олегу Андреевну спасибо хватит Бросились в наступление В общем, выиграли какой-то маленький, ну вот такой фронтовой эпизод И вот за эту 3-часовую передачу, за этот 3-часовой концерт И там же, значит, командование вручило орден Красной Звезды ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Ну, разве можно было откасать в эту минуту кому-нибудь песню? Я с удовольствием начала петь. Дым и гарь мешали мне. Тогда кто-то предложил выйти на крыльцо Рейхстага. По телефону от моего командующего, ну, значит, ваш зять в Берлине, значит, Крюков он называл моим зятем, и кажется, Лидия Андреевна будет петь. Я не знаю, я как сумасшедший выскочил из землянки, схватил первую попавшуюся лошадь и погнал. И успел, вы можете поверить, как Бог был со мной в это время, успел к ее концерту. Где состоялся концерт? Горел Рейстаг, на ступеньках сидели, если я вам скажу, что сидело тысячу баянистов, или сто баянистов, я не знаю, по-моему, сидели все баянисты армии. И стояла Лидия Андреевна в русском костюме, и пела для победителей, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, и все плакали. И сидели генералы, и солдаты, потому что это было величие России и величие русской женской души. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, на высокий берег над Русой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над Русой. Рассказывала мне наша чтица Кайранская Людмила. Она работала с Лидией Андреевной и присутствовала, когда она пела у Рейхстага. Вот она говорит, когда объявили Жукова, что было, ты не представляешь, я не знаю, час, наверное, хлопали, кричали, как сумасшедшие. Потом объявили из Энхауэра. Немножко меньше, но тоже очень долго длилась овация. Потом объявили Деголя, немножко еще меньше, но тем не менее. И вдруг сказали, русская певица Лидия Русланова. Ольга Воронец из молодого поколения друзей Лидии Андреевны. Ее исполнение русских песен Русланова оценила, а такое случалось редко. Ну вот тут началось, что, говорит, ни войск, ни генералов никаких не было видно. Тут уже, говорит, и патриотические чувства, и большая любовь к этой артистке. Тут такое началось, солдаты плакали, солдаты становились на колени, кричали и ура. И, ну, я, говорит, даже не могу передать, у нас слезы текли сами ручьем. Вышла Лидия Андреевна, она не смогла начать петь, она только вытирала слезы. И когда она запела, знаешь, я думала, у меня разорвется сердце. Лидия Андреевна, она не смогла начать петь, она только вытаскивала слезы, но и вытаскивала слезы, но и вытаскивала слезы, но и вытаскивала слезы. Лидия Андреевна, она и вытаскивала слезы, но и вытаскивала слезы. Лидия Андреевна, она и вытаскивала слезы, но и вытаскивала слезы. Лидия Андреевна, она 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 и вытаскивала слезы.